Добрый день, друзья и гости канала! Сегодня я хочу рассказать, как приготовить курицу с ароматом шашлыка в домашних условиях и даже без духовки. Рецепт очень простой, диетический, пользуясь им постоянно, одно из любимых блюд нашей семьи. Ну и готовится легко и быстро. Для этого потребуется, собственно, курица, среднего размера луковица, жидкий дым, столовая ложка и уксус 70% половина столовой ложки. Итак, курицу надо разрезать на мелкие, удобные для употребления кусочки. Приступим! Готово! У нас получились отдельно крылышки, хвостик с частью позвоночника, ножка распилена на две части, ну так нам удобней. Так, ну и всякие тут мелкие ребрышки, а вот белое мясо, белое мясо я убираю, потому что при данном виде приготовления получается, ну, очень сухое. И вообще из белого мяса я приготовлю котлетки, тоже сниму другой рецепт. Так что это в сторону, а вот кусочки складываем в кастрюльку. Потом мы это зальём небольшим количеством воды для тушения. Очень хороший этот способ, что мясо, любое мясо будет всегда мягким. Вот для меня это очень важно. Одно из важнейших условий готовки. Мясо будет всегда мягким, потому что вы определяете, сколько времени оно будет готовиться. Не какая-то там программа духовки. Итак, мы его тушим. Залью сейчас воды примерно так, сантиметра. Ну, вот так вот примерно, чтобы кусочки мяса скрылись примерно на 5 сантиметров. Не полностью были погружены в воду. И будет сочный такой наваристый бульон, ещё он нам тоже пригодится. Итак, поехали. Мясо уже в кастрюле, на плите. Теперь ждём закипания. Потом посолим, поперчим. Я ещё добавляю куркуму для красивого жёлтого цвета. Вот. И будем тушить примерно час. Да, я люблю, чтобы курочка была помягче, чтобы легко отделялась от костей. И приятно жевать и взрослым, и детям. И всё. Итак, ждём примерно час. Пока курица тушится, я почистила и нарезала лук. И всё. Можно отдыхать примерно час. За что люблю этот рецепт. Не нужно в поте лица долбить курицу молотком. Не нужно протыкать этим тендерайзером. Такие, знаете, лезвия мяса прокалывать, чтобы было мягким. У вас есть час свободного времени. Почитайте книгу. Прошло 45 минут. Так, курочка уже сварилась. Если вы заметили, её стало намного больше. Потому что здесь не одна курица, а две. Блюдо получается очень вкусным. И одной курицей мы не наедаемся. Вот, теперь нужно все эти кусочки переложить на противень. И залить чуть-чуть бульоном. Примерно на 2 см. Это для сочности. Чтобы в духовке она не пересушивалась. Так, приступим. Я уже разложила мясо. Сверху лук. Но так, чтобы он не закрывал мясо. Чтобы оно тоже имело возможность зажариться. На одни, как видите, бульончика. Примерно пару сантиметров. Сверху. Теперь вот так вот разливаем. Столовую ложку жидкого дыма. Совсем вот без всяких заморочек. Просто вот так вот и расплёскиваем. И точно так же уксус. И затем отправляю в микроволновку. Даже не в духовку, а в микроволновку у меня с функцией конвекции. И горячий воздух это всё, что нам нужно, чтобы это блюдо получило аромат шашлыка. Именно лук, уксус, вот этот жидкий дым и сухой воздух дадут курице вот аромат шашлыка. Правда. Всё. Отправляем на 20 минут. Всего лишь под горячий воздух в микроволновке. Ставлю таймер на 20 минут. Температура 250 градусов. Но за 20 минут она не наберётся. 250, поэтому я вообще этот показатель не настраивала. И всё. Можно ждать. Готова моя курочка. Запах нереальный. Сейчас мы её будем доставать. Но мне нужны две руки. Приготовилось моё диетическое блюдо. Попутно у меня ещё приготовилась картошечка-пюре. Сейчас буду звать семью на ужин. И на приготовление у меня ушло 65 минут. Это немало. Но большую часть времени я читала книгу. Такие рецепты я люблю. Простые, да? Безобразие. Справится любой новичок. Блюдо получается гарантированно мягким, сочным, ароматным. Пахнет лучок. Пахнет уксус. Пахнет чуть-чуть дымок. И запах запечённого в духовке блюда. Всё это невероятно сочетается в шашлычный аромат. Я готовила в микроволновке с функцией конвекции. Это сухой воздух. Но то же самое можно сделать и в духовке. Курица получается и сочной, и зажаристой, и душистой. Готовьте вместе со мной. Приятного аппетита! С вами была я, Наталья Успенская. Пока-пока!